64 лица без определенного места жительства избавили от угрозы обморожения полицейский Петропавловска в период сильных морозов. Подробности в материале пресс-службы полицейского ведомства. В северном Казахстане столбик термометра держится ниже 30 градусов. В морозные дни группа подбора приемника-распределителя управления полицией города Петропавловск работает в усиленном режиме. Активное участие в судьбе бездомных принимают волонтёры из регионального филиала общества «Красного полумесяца». Горячие обеды, сухпайки, тёплые вещи помогают лицам без определенного места жительства выжить в суровых погодных условиях. Каждый будний день – это, конечно, благотворительность. Особенно сейчас, в такое время года, когда резко наступили холода такие, мы опекаем вот такой катергет. Конечно же, тёплые вещи привезли, сухие пайки привезли. Сотрудники проверяют колодцы, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения, заброшенные дома. Лиц без определенного места жительства доставляют в приемник-распределитель. Здесь они проходят необходимые процедуры постановки на фото и видео учёт, дактилоскопирование, проверки по базам данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Затем полицейские направляют бездомных в тёплый дом – пункт ночного пребывания для лиц без определенного места жительства. В период сильных морозов с теплотрасс и из колодцев было доставлено 64 человека. С начала года было в приемник-распределитель доставлено свыше 2000 человек. Из них помещено санкции судей 204. Все поставлены на фото-видео учёт, проверены по базе МВД. Из них 4 находились в розыске и 4 обоснованные подозреваемые. Не допустить обморожений и смерти бездомных от переохлаждения – актуальная задача полицейских зимой, особенно в период сильных морозов. Работа группы подбора проводится на постоянной основе. Адилия Кушакова при содействии пресс-службы департамента полиции.